Диократия Диократия в буквальном переводе – боговластие. Впервые использовал иудейский историк Иосиф Флавий в I веке н.э. Она использована в системах законодательства, претендующих на сверхъестественное происхождение, таких как законы Хамурапи в Месопотамии, законы Ману в Индии, еврейская Тора, мусульманские законы Шариата. В политическом плане идея теократия подразумевала наделение верховного правителя особой духовной харизмой или его прямое божествление. В Древнем Египте и в Римской империи, в Китае и Японии император также был верховным жрецом. В буддийской традиции правитель наделялся титулом Чакравартин – вращающий колесо учения. Аналогичная ситуация имела место в империях ацтеков, майя и инков до Колумбовой Америки. В истории христианской Европы теократический проект связан с политикой римских пап эпохи Средних веков. Варварские королевские династии не могли обойтись без поддержки римских пап. Это создало предпосылки для притязания римской церкви не только на духовную власть, но и на светскую. Символом торжества папской власти стал конфликт между папой Григорием VII и императором Генрихом IV, который после отлучения церкви потерял поддержку своих союзников и вынужден был униженно умолять Григория о прощении во дворе итальянского замка Коноса. Эпоха реформации существенно ослабила позиции римской церкви и положила предел теократическим притязаниям папского престола. Однако сами вожди религиозной реформации были не чужды утопических проектов духи теократии, примерами чего стали теократический режим, установленный Жаном Кальвином в Женеве, и Ассамблея святых в Британии при протекторате Оливера Кромвеля. Идея теократии очень старая и вместе с тем вполне современная. Она отсылает нас к глубокой древности, но кое-где является политической реальностью даже сегодня. С точки зрения большинства наших современников, идея теократии зачастую вызывает некие негативные ассоциации с религиозным фундаментализмом. Однако задача истории идей – взглянуть на проблему беспристрастно, понять истоки и метаморфозы эволюции этой идеи в истории мысли и в социальной практике. Конечно же, при этом не упуская из виду ни конструктивных, ни негативных ее аспектов. Чтобы обсудить тему теократии в истории идей, в нашей студии сегодня приглашен Марк Смирнов, известный журналист, религиовед, со-редактор журнала «Наука и религия». Марк, я вас от всей души приветствую и рад видеть. Спасибо, Анатолий. Мне кажется, нам стоит начать этот разговор с того, чтобы попытаться дать какое-то определение теократии, потому что это понятие, оно порой используется с разными смыслами в разных контекстах. С одной стороны, в узком смысле теократия – это прямое политическое правление религиозных лидеров, то есть религиозных деятелей, обладателей каких-то священных санов, каких-то священных званий, когда они имеют рычаги политической власти и все, что с этим связано. В более широком смысле теократия – это присутствие религиозного компонента в государственной идеологии, как обязательного. Это религиозная легитимация политического режима. Ну и, наконец, вот мне тут пришла в голову мысль, что можно посмотреть на теократию и не просто как на какой-то тип политического правления, но и как на историческое явление. Может быть, теократия – это просто-напросто какая-то приходящая форма общества, когда, как известно, древнее общество, оно было достаточно единым, в нем многие функции совмещались, оно не было расчлененным, таким сложным, дифференцированным, как сегодня. И, например, как правило, правитель, он совмещал в себе основные функции и законодателя, и судьи, и военачальника, и верховного жреца, в конце концов. Вот, может быть, отсюда из этих времен как раз, что называется, и произрастают корни теократии. Ну, несомненно, несомненно, с самого древнего периода своей истории человек всегда пытался увидеть в представителях рода, в старейшине, в почитании, кстати, своих предков, увидеть не просто людей, которые предшествовали, но которые продолжают охранять племя, например, защищают его. И вождь становился в этой цепи определенным звеном. Постепенно из этого, конечно, возникает уже не только институт, но и, собственно говоря, целая идеологема, или даже философия. Философия власти. Власти, которая не просто унаследована от какого-то человека, но она передана и санкционирована свыше. И постепенно в самых разных древних цивилизациях Египта, например, или Месопотамии, мы уже видим попытку веры в то, что тот или иной властитель, он является сыном Бога. Он является сыном неба. Он не просто смертный человек, рожденный среди прочих. А его сам Бог или небо, это в разных традициях по-разному, например, в китайской философии, в китайской истории, в китайской религии, это небо, это все. Это и Бог, и властитель, и император. И в данном случае китайский император рассматривается как представитель небесной власти. И сама империя даже, поднебесная, называется в Китае. Ну, здесь же, естественно, нельзя не сказать и о Древнем Риме, где это достигает своего, я бы сказал, персонифицированного образа в лице Августа, в лице императора. Да и, кстати говоря, и других представителей высшей аристократии. Они одновременно жрецы, но самый главный вождь и жрец одновременно, это император, кесарь, цезарь. Он поэтому не случайно и называется даже понтификус максимус. То есть он верховный жрец. И ни одно действие в Римской империи, ни одна политическая ситуация, даже смена власти или война, что бы это ни происходило, или выборы в Сенат, всегда сопровождаются жертвоприношениями. И вот эти представители аристократических родов и сам кесарь или цезарь, император Римской империи, он выступает в роли жреца. Очевидно, вот в этом стремлении совместить функции жреца и правителя проявляется идея, с одной стороны, оправдать эту власть, сделать ее, придать ей сакральный характер, и в то же время через всю систему администрации пустить токи некой религиозной благодати, как бы ее осветить, тем самым, всю страну, всю политическую, гражданскую систему. Можно вспомнить еще другие примеры теократического правления, более поздние, как, например, правление Далай-Ламы, буддийская модель теократии в Тибете. Ну да, если перебрасывают мост совсем уже прямо непосредственно к нашим временам, то существует ведь и сегодня теократическая форма правления, и здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что это власть Далай-Ламы, которая считается не просто перевоплощенцем одного из бодхисаттв, овалы Китешвары, это не просто, ну, в общем, один из, как бы, иерархов буддистской религии, но это еще и одновременно светский и духовный правитель Тибета. Сначала, конечно, эта власть существовала, как мы знаем, вот в Тибете, благодаря поддержке или, по крайней мере, патронаже монгольских бакдыханов, потом китайских императоров, потом, конечно, уже при коммунистической власти в Китае здесь возник конфликт, но какое-то время, даже, можно сказать, около десятилетия, Тибет именно управлялся непосредственно своим вот Далай-Ламой. В данном случае это Далай-Лама XIV, Тензинь Гецо, ныне здравствующий Далай-Лама. Который, как известно, является достаточно крупным богословом. Да, это и богослов, общественные деятели, лауреат Нобелевской премии мира. Но вот он, благодаря тому, что Китай пытался контролировать все-таки Тибет, пытался насадить там свою власть, вынужден был бежать. В 50-е годы он бежал в Индию, где сейчас он фактически возглавляет независимое тибетское правительство в изгнании. Вот его судьба именно такова. Как дальше будет развиваться вот эта история с Далай-Ламой, неизвестно. Потому что вот совсем недавно он сказал, что ну вот я готовлюсь к переходу в иной мир и даже предусматриваю, что мое следующее рождение, а у буддистов, как вы знаете, наследуется таким образом, это преемственность, что ищут потом в буддийской среде какого-нибудь мальчика в Тибете и говорят, вот он станет Далай-Ламой следующим. Так вот нынешний Далай-Лама заявил, что вообще он не хочет перевоплощаться в Китае, а найдет для этого какую-то другую страну. Фильм существует на эту тему, если не ошибаюсь, так и называется, Далай-Ламу. Может быть, Маленький Будда. Маленький Будда, да. Поскольку вот зашла речь про Тибет и про сегодняшние проблемы, с ним связанные, вот у меня сразу возникает такой несколько каверзный вопрос, так сказать, сегодняшнее положение Тибета и ситуация вокруг него, это проблема во многом политическая. Здесь завязаны крупные внешнеполитические интересы, таких супердержав, как Китай и его оппонентов, которые используют вот эту вот ситуацию с Тибетом как своеобразное средство торга политического. Вот. И вот в связи с этим мне приходит в голову такой вопрос, насколько вот в древности все-таки теократия искренне воспринималась народом. То есть, например, сейчас мы, ну, я думаю, что далеко не каждый всерьез там воспринимает притязание там Далай-Ламы на то, что он действительно осуществляет верховные правления. Но если вы верующий буддист, то это однозначно. Да. Какого не дано. Да, но все-таки это некая такая уже скорее культурологическая ситуация, то есть с точки зрения уважения к религиозной, культурной традиции, мы, так сказать, отдаем ей дань и, так сказать, проявляем свою корректность. Интересно, как было в древности, насколько абсолютной воспринималась теократия вот в тех древних Египте, в Риме, там же уже было свое свободомыслие, там были свои сомнения, высказывались философами, какими-то вольнодумцами, которые природу богов, в том числе божественную природу императора, подвергали какому-то сомнению? Ну, во-первых, все зависит от системы координат. Если та или иная историческая эпоха связана с верой, допустим, в римского императора, так как посланника неба и представляющего божественную власть, то этого достаточно, чтобы его подданные верили в это, и действительно на протяжении многих веков никто и не сомневается в этой божественной власти. Поэтому император наделяется всевозможными полномочиями, и ему поклоняются, его статуям воскуряют фимиам. Любое малейшее проявление какой-то непочтительности, скажем, к римскому императору, тут же может вызвать обвинение в политических преступлениях. Да, конечно, на протяжении истории Древнего Рима, конечно, существовали люди, которые могли выражать какое-то сомнение, они были диссидентами своего рода, и в данном случае религиозными диссидентами, потому что они сомневались в божественности самого императора. Но самыми главными людьми, которые покусились на вот эту божественность римского цезаря или римского кесаря, были первые христиане, которые при всем уважении к римской власти, и о чем, собственно, говорили даже первые апологеты христианские, то есть защитники христианского учения, или первые богословы, святые отцы, они утверждали, что, конечно же, власть римского императора сама по себе, она необходима. Как только власть в империи ослабнет, рухнет царство, все разлетится в прах, начнется анархия, упаси бог, они поддерживали эту власть, они готовы были молиться за этого самого кесаря римского. Но они отрицали только одно, и самое главное, что он, конечно, Бога избран, потому что ведь христианское учение совершенно четко определяет и говорит, это евангельская истина, о том, что несть, я говорю по-славянски, несть власти, ащи не от Бога, то есть нет власти, которая не от Бога. Значит, соответственно, римский император, конечно же, тоже от Бога, но не надо поклоняться ему равно как Богу. Вот в этом было главное средостение, то есть противоречие между христианским подходом к власти и империей как таковой, и оправданием этой власти, и древнеримским языческим подходом. Здесь возникло столкновение, которое привело, конечно, к многочисленным и достаточно серьезным массовым гонениям на первых христианах. Ну и не только, там была масса разнообразных проблем. Вообще вот эта эпоха эллинизма, так сказать, конец старой, начало новой христианской эры, она сопровождалась многочисленными и историческими катаклизмами, и духовными, интеллектуальными революциями. И не только в Риме, не только в римском обществе, но и в древнееврейском, скажем. Достаточно посмотреть на то, какую эволюцию проделала идея мессии древнееврейской. Если первоначально это была идея именно царя, в буквальном смысле слова, царя как политического правителя, как вождя народа, который во главе войска поднимает восстание, освобождает народ от... к тому богоизбранный еврейский народ освобождает от порабощенного состояния, в котором он тогда находился. Только обязательно надо тут сказать, что почему и называется мессий, потому что это древнееврейский мешах, то есть помазанник. Он не просто мессия, потому что он помазан, избран на царство. И самим Богом, и еврейским народом. Да, но первоначально ему атрибутировались, так сказать, приписывались такие вот преимущественно политические, воинственные все-таки функции. Ну, я бы не сказал, что преимущественно. Преимущественно все-таки религиозные, а все остальное вторичные. Ну как, даже если посмотреть на евангельскую историю, ведь даже среди апостолов, которые шли за Иисусом Христом, произошел некий раскол, некие были сомнения, разногласия, потому что некоторые ждали от учителя того, что он именно станет тем самым вождем, который освободит Израиль. И не были первоначально готовы к тому, чтобы понимать его как духовного спасителя, как спасителя не от рабства, не от материального зла, а от рабства греху и спасителя-искупителя. Нет, это вы говорите конкретно применительно к евангельской истории. А если мы посмотрим саму идею о том, что еврейский народ и всякая еврейская женщина даже ожидает, что от нее родится мальчик, который станет спасителем еврейского народа или мессии, то это еще задолго до Иисуса было. Это общее ожидание ветхозаветного народа, который ждал его времена Иисуса Христа. И если мы говорим о современном иудаизме, он и сегодня ждет. Он и сегодня ждет, что появится тот, кто освободит Израиль, кто сделает Израиль великим мощным государством. И это не исключает даже сегодняшней религиозной традиции. Для европейского человека современного теократия ассоциируется прежде всего с средневековым папством, с властью римских пап и их амбициями политическими, которые действительно были достаточно велики и реализовывались. И по этой модели потом другие пытались тоже строить какие-то системы теократии, скажем, некоторые реформаторские, протестантские лидеры. И вот поскольку христианство все-таки доминирующее, наша основная религия, которой мы принадлежим, мне кажется, сейчас имело бы смысл сосредоточиться вот именно, как вы хотели, на философии власти и богословии власти, как оно сформировалось и как оно привело к формированию средневековой теократии, вот к этому феномену папской сверхвласти, папских амбиций. И вот здесь как раз мне хотелось бы задать небольшую предысторию, некоторые вехи наметить, а потом мы тогда вместе обсудим, что-то, может быть, вы оспорите, что-то дополните. Мне кажется, здесь очень важно все-таки, во-первых, вот эта идея еврейского мессии, который был переосмыслен как духовный вождь все-таки в значительной степени. Во-вторых, то, что образ римского императора, которому первоначально атрибутировались божественные функции, он, наоборот, тоже был, так сказать, трансцендирован, перенесен в духовную сферу, и, так сказать, над ним было поставлено божественное начало, образ единого Бога, к осознанию которого пришла и дохристианская, греческая и римская философия, и, собственно говоря, библейское новозаветное учение. И здесь произошло определенное совмещение, определенное сочетание, когда еврейское религиозное сознание достигло своей вершины в лице духовного понимания искупителя, и, с другой стороны, миссия римского императора, который иногда осмыслялся христианами как антихрист даже, там, гонитель христиан, да, ведь были императоры, которые, как Нерон, например, да, объявлялись антихристами, но в то же время в его служении была усмотрена некая высшая и даже провиденциальная миссия, которая состояла в том, чтобы подготовить человечество к пришествию в мир Иисуса Христа, Спасителя мира, и тем самым, как бы, облегчить проповедь спасительной христианской религии, и, соответственно, как бы, на этом миссия римского императора, она оказывается законченной. Дальше царем становится Христос. Ну, так или иначе, понимаете, вы, конечно, сейчас пытаетесь, так сказать, теологизировать историю, но для еврейского миссианства все закончилось, собственно говоря, разрушением Иерусалима. Уже никакого миссианства уже, в принципе, быть не могло. Все, евреи оказались в рассеянии. Или, допустим, с подавления восстания Барковбы, когда, опять же, римские легионеры перебили всех восставших евреев, которые были недовольны римской властью. Что касается христиан, мы отчасти уже сказали, конечно, сначала они, на самом деле, тоже были достаточно негативны и к римской власти, и к императору, да и вообще ко всякой власти они были негативны, потому что они были анархисты. Они совершенно рассматривали историю христианства не в перспективе империи, ее удержания, ее мощи, ее крепости, что самое главное для всякого правителя, тем более римского, а только исключительно из-за того, что не сегодня, ну так завтра, или через неделю, или через год, но все равно придет, наконец, конец света наступит, придет Христос, наступит второе его пришествие, и будет суд. И все римские вот эти сенаторы и императоры, все они окажутся не со Христом, а против Христа. А только избранная часть, небольшое число вот этих гонимых христиан, они окажутся на небесах и вместе с Спасителем Иисусом Христом воссядут на небесах и будут судить Вселенную. Только постепенно, уже ближе к 3-4 веку, у ранних христиан возникает вообще представление о том, что не наступает Царство Божие, не наступает та самая, так называемая, эсхатология, конец света, или там, знаю, парусия, да, то, что тоже этими терминами в любом случае передает мысль о конце света. Понятно, что это отодвигается в перспективу, и вот тогда в этой перспективе оказывается, что империя, она имеет важнейшее значение. Оказывается, что может быть император, как я уже говорил в начале, но самое главное, чтобы он только признал, что над ним есть Бог, и чтобы сам отказался от божеских почестей. И так, собственно говоря, происходит постепенно, когда сама римская власть понимает, что ее попытки разнообразить культ богов, сделать всевозможные какие-то уступки для разных религий восточных, например, включить в римский пантеон бога Митру с метраизмом, или разрешить евреям поклоняться своему еврейскому богу Ягове и так далее. Они ничего не меняют. Как бы сама власть и моральный упадок в римской империи приводит власть римскую к мысли, что необходимо что-то делать, что-то менять, вообще менять религию. И, в конце концов, император Константин, которого церковь признает святым, хотя это был очень жестокий человек, даже по отношению к своим родственникам, не говоря уже по отношению к своим врагам, хотя он равноапостольный, великий и так далее, но вот он решает сменить эту религию. И делает это единократным указом. Он отменяет преследование христиан, он разрешает строить христианские церкви, он повелевает, чтобы в храмы не вносились его изображения или изображения других императоров, что богопротивно. И он в битве со своим противником Ликинием выбрасывает штандарт, на котором уже изображен крест, и на котором написана аббревиатура Иисус Христос, Альфа и Омега, начало и конец. Вот, и войска побеждают, и он тем самым доказывает, что христианство большего империи не гонимо, оно признано. В Восточной Римской империи где-то с 5-6 веков это утвердилась модель, которую ее критики называют моделью Цезаря Папизма. То есть, когда Цезарь, император контролирует церковь. То есть, император или Кесарь становится как бы папой, то есть, епископом. Нет, он не узурпирует непосредственно все-таки полномочий высшего архиерея, но он берет на себя многие его функции. Он, например, инициирует созыв Вселенских соборов. Почему? Он не только инициирует, он участвует в догматическом определении. Председательствует. Более того, если говорить конкретно, скажем, о императоре, допустим, Константине Великом, он, будучи некрещенным даже человеком, возносил во время литургии чашу с божественной кровью Иисуса Христа, куда уж более. Он выполнял священнические функции. И он подчеркивал, и церковь это опять же разделяла, что он понтификус максимус, он верховный жрец. В этом было одно из объяснений того, что в истории Восточной Православной Церкви такая драматичная, так драматично проходила борьба с ересями, потому что зачастую еретические идеи поддерживались теми или иными политическими партиями. И, соответственно, вот эта борьба, она из чисто церковного, богословского, какого-то соборного обсуждения выходила в совсем другое русло. Да, безусловно так. И более того, если какие-то еретики находили поддержку у того иного императора, то значит, он гнал так называемых ортодоксальных верующих, то есть православных. Или наоборот, защищал их, все зависело. Поэтому вот это вот та самая византийская модель, которая каким-то образом перешла сначала на Русь Древнюю, а потом в Московское царство и в Российскую империю, где император фактически был управителем церкви. Фактически, да, перешла на Русь. Ну, в империи, Российской империи, там были свои нюансы. Ну, а какие нюансы? Если император, как в Византии, так это потом говорили русские архиереи, он является крайней судьей в делах не только государства империи, но и церкви. Теперь действительно, пожалуй, стоит перейти все-таки к Западной империи. Различие ситуации на Западе от ситуации на Востоке состояло в том, что в ходе первых трех веков своего существования христианская церковь, как известно, подвергалась гонениям достаточно жестоким. И в ходе этих гонений она закалилась. И когда римс завоевали варвары, они нашли себе в церкви очень буквально незаменимую поддержку. Они вынуждены были идти на сотрудничество с церковью. Церковь, так сказать, она действительно имела великое значение в этот период, безусловно, без всякого преувеличения. И сначала это происходило в форме сотрудничества, но постепенно церковь возвышалась. И даже когда появлялись первые варварские династии, которые достигли уровня имперских, как, например, блистательная империя Карла Великого, Каролинской империи, в 800 году он был венчан титулом императора Священной Римской империи, мечтая стать наследником римских императоров, он верил, что он этого достиг, но в действительности вся его власть, она основывалась на одобрении Папы Римского. И тем самым вот эти императоры с самого начала, как только титул римских императоров был возрожден, они как бы оказались уже заложниками римского первосвященника, римского Папы, который обладал над ними большой духовной властью. Ну, мне кажется, что он не так обладал этой властью, как он стремился к этой власти. Это происходило тоже постепенно. Ослабление западной части Римской империи, конечно же, не снимало саму ту проблему, что там в Византии, в Бизанте, там находился действительно тот же самый римский император, который тоже претендовал на эту власть. Но поскольку западная часть была потеряна, и там начинался определенный хаос, то везготы наступали, то германцы, то какие-то варвары приходили, то в условиях отсутствия той самой царской императорской власти, власть римского епископа приобретала все больше политический характер. Она рассматривала себя не только как священная власть, которая действительно имеет, как вы правильно сказали, право благословлять и венчать на царство, но и управлять, управлять, собственно говоря, и королями, которые получали корону из рук Папы Римского. И таким образом на Западе, в западном христианстве появилась попытка и богословски, не только юридическими нормами и даже иногда некоторыми подтасовками. Вспомним даже идею о лжеесидоровых декретариях, которые якобы еще Константин Великий даровал римскому епископу как некую независимость, некие прерогативы светской власти. Но постепенно и богословие стремится к тому, чтобы доказать, что римский епископ, Папа Римский, он не просто один из епископов христианского мира, а он еще и главный, он князь среди прочих епископов, он преемник апостола Петра, он векарий Иисуса Христа на земле. То есть здесь все время увеличивается, увеличивается, причем интересно, что это, можно сказать, в полной прогрессии от века к веку. Это даже в 19-м, в 20-м веке не как-то минимизируется, а наоборот приобретает свое развитие. Даже, скажем, в том же догмате 1854 года на Первом Ватиканском соборе римская церковь уже в 19-м веке провозглашает непогрешимость Папы в делах, в вопросах веры и нравственности. И никто до сегодняшнего дня, как мы видим, не отменяет вот эту самую власть. Но она действительно становится теократической. Почему? Потому что он управляет не только церковью, а это колоссальная паства, католическая церковь, особенно когда впоследствии падет Константинополь, когда Византия исчезнет. Римская церковь и до сих пор, римская католическая церковь громадная, ее верховным вождем, ее верховным правителем, как монарх, единственный пример только можно привести Папу Римского, он и является тем самым правителем церковных дел. И одновременно, начиная с этих, можно сказать, веков, когда папство усиливается, особенно при Папе Григории, при Папе Иннокентии Великом, папство уже становится и обладателем определенной церковной области, или громадной достаточно территории, которая охватывала территорию нынешней Италии значительным образом, где оно просуществовало до середины, если я не ошибаюсь, 19 века. До Горибальди. До наполеоновских войн. И Папа вершил там, значит, суд, как правитель, собирал налоги, принимал решение, кого казнить, кого как судить, то есть он уступал как светский властитель, светский глава. И вот здесь-то поэтому и выявились эти две тенденции. Папа Цезаризма, то есть Папа, как одновременно светский государь, и Цезаропопизма, то есть когда император подменяет церковную власть. Ну вот я бы хотел просто упомянутые вами псевдоисидоровы декреталии, немножко на них поподробнее остановиться. Речь идет о комплексе подложных, как сейчас уже принято считать, установлено документов, так сказать, апокрифических документов, которые были сфабрикованы римской курией в средние века в обосновании своих притязаний политических. И в частности основной из этих документов это так называемый дар императора Константина. Он подарил папе римскому Сильвестру, который тогда был при нем, значит, западную часть римской империи. То есть он разделил империю на восточную и западную. Это объективное историческое событие, так оно и было. Империя распалась. Просто здесь это было поднесено как добровольный жест со стороны восточно-римского императора, который сказал, мне достаточно Константинополя, я буду править Византией, а на Западе, в Риме, пусть правит первосвященник, папа римский, преемник святых апостолов. И при этом все свои императорские регалии, как Теару, Скипетр и мантию он также передал римскому папе. И с тех пор как раз-таки римские папы и пользуются всем этим набором регалий. Они входят в их обязательный протокол, потому что их вот этот Скипетр, Теара, они, в общем-то, напоминают не столько свойственные священнослужителю, сколько сквозь на каком-то действительно светскому правителю, какому-то князю. Ну, замечу, что именно и сейчас, и в наши дни, папа римский, переняв титул римского императора, так и называется, опять же, понтификус максимус, опять же, верховный жрец. Хотя, надо сказать, что уже с середины 20 века, во время понтификата папы римского Павла VI, уже Теара не употреблялась, сейчас не употребляется, папу не носят на специальных носилках, даже туфлю папскую тоже уже никто не целует. Но, тем не менее, само притязание пап на власть, оно осталось. Более того, как я уже сказал, миллионы и миллионы людей во всем мире, католики, те, кто исповедует католицизм, верят, что папа римский действительно представитель Бога на земле. Это одна из тех самых теократий, о которых мы говорим сегодня существующих. Одна – это Тибет, это вера в то, что Далай-Лама послан свыше, он непростой человек. И вот папа римский. До сегодня существует такая идеологема, в которую люди верят, а с этим ничего не поделают. Так в чем же все-таки суть вот этой идеологемы, этой философии, как угодно ее можно назвать, этой теологии власти, в том, что устанавливая власть церкви, как бы устраняя государство от управления делами, тем самым вот эта жизнь под властью церкви, под властью первосвященника, она становится ближе к Богу. То есть государство, собственно говоря, с точки зрения христианского богословия, несмотря на все вот эти вот известные слова апостольские о том, что нет власти вообще не от Бога, но ведь даже если власть безбожная и еретическая, она все равно Богом попущена, но она попущена, это не значит, что она хороша во всем. Вот скажем, власть японского императора, он тоже считается сыном неба, да, вот это тоже Бог попускает, а ислам с его халифатом, с его безусловным подчинением Аллаху, да, жизнью по Корану, это тоже Бог попускает. Мне кажется, что мы просто слишком идеализируем все исторические формы государственного управления, которые пытались апеллировать к Вышшему или к Вышнему, пытаясь тем самым опять же, значит, внушить своим подданным, что их власть священна, не более того, понимаете. И даже в наши дни, когда уже светские демократии, когда уже никто вообще никого не пытается при выборах наделить какой-то священной аурой, тем не менее, любая демократия пытается обратиться к церкви или к каким-то носителям духовного звания, духовного сана, чтобы они благословили, допустим, нового президента, чтобы новый президент клялся почему-то на Библии и так далее и тому подобное. Но на самом деле легко понять, что как в истории не смогла осуществиться идея симфонии соединения светской и церковной власти, как не устояла ни одна империя, которая тоже утверждала, что монарх является высшим представителем, послан от Бога. Что британская монархия, что российская монархия. Нет сегодня в истории ни одной абсолютной монархии. Английская королева, как вы понимаете, она только царствует, но не управляет, а управляет парламент. И можно сколько угодно говорить, что это все божественные какие-то люди и законы, которые они издают, божественные. Но сама история над этим, мне кажется, достаточно ясно посмеялась. И мы можем только в историческом плане, только изучая, опять же, историю идей, историю богословия или философии, обращаться к этим примерам, но воспринимать их всерьез, мне кажется, не стоит. Вы сейчас совершенно справедливо сказали о том, что теократия, она становится достоянием истории. И фактически это было уже и в 19 веке так. То есть это во многом была декорация. А реальность политическая диктовалась уже совсем другими силами, другими принципами. Но именно в это время, в конце 19 века русский философ Владимир Соловьев вдруг увлекается идеей теократии. Он пишет трактат под названием «История и будущность теократии». Да, да, спасибо. Вот. Как вы объясняете, чем это связано? Это некое реакционное такое вот стремление, его вдруг куда-то в махровое, так сказать, средневековье уйти. Или же он своим пророческим каким-то особым зрением духовным видел в этом какие-то перспективы? Как вы думаете? Это обычный утопизм. Утопизм, собственно, такому поэту, прежде всего, и романтику, как Владимир Соловьев. Он, конечно, еще и философ, и даже он для истории русской философии, конечно, крупнейшая фигура, поскольку он первый русский оригинальный мыслитель, считается именно в классическом смысле философ. До этого были, конечно, и, скажем, Григорий Сковород и прочие, но классический представитель философской мысли Владимир Соловьев. Но, понимаете, Соловьев написал исследование о истории теократии. Начал он ее с библейских времен. Очень все хорошо, он показал, все аргументировал. Но вторая часть в названии, это будущность теократии. И что он нам, собственно говоря, предложил в качестве будущности? Во-первых, настоящим, а он писал это во второй половине 19 века, свою работу, ну, скорее, в 80-х годах 19 века, вот так. Это, собственно говоря, опять же, тот же Рим, опять же, тот же Ватикан, который незыблемо, как он считает, стоит и непоколебим, как мощный такой вот утес, как скала Петрова, как камень Петров, да? Я имею в виду апостола Петра, который Петрос, камень. Вот, хотя на самом деле вокруг уже папская область сжимается, уже войска Гарибальди уже стоят уже вот в Риме, а папа все еще себя считает правителем этой самой папской области, хочет печатать папские динарии, собирать налоги и так далее. Но ничего из этого не получается, понимаете? И более того, в конце концов, папа вообще объявит себя в это самое время узником Ватикана. И скажет, что я больше из Ватикана вообще никуда не выезжаю. И так будет до 1929 года, когда будет заключен конкордат с правительством Муссолини. Но Соловьев этого еще, конечно, ничего не мог знать. И умер он, к сожалению, в 1900 году. И он почему-то не понимал всех этих внешних обстоятельств. Он плохо, видимо, разбирался в политике. Потому что на самом деле любой политический, что называется, подкованный специалист бы ему мог бы объяснить, что перспективы ничтожные у папской власти. А он решил, что вот союз русского царя, в то время, видимо, Александра III или впоследствии 1894 года Николая II и тех римских пап, которые были в это время, что этот союз укрепит римскую церковь, поддержит Ватикан. И он выставит в противоборстве со всеми антихристовыми, антикатолическими силами, включая и того же Гарибальди, и масонов, которые замышляют против папства. А вот эта вот власть, она в соединении с Российской империей послужит для того, чтобы западная церковь торжествовала и христианство укреплялось перед лицом, опять же, пришествия антихриста, о котором, конечно, Соловьев много рассуждал и даже посвятил этому целое сочинение или написал краткую повесть об антихристе. Но все это оказалось иллюзией. И даже, в общем, сейчас как-то об этом всерьез, когда говоришь, становится как-то даже неловким за гениального, замечательного Владимира Сергеевича Соловьева, но который просто не смог понять всей логики исторических событий, который уже надвигался, уже было понятно, что конец Старой Европе, конец Абсолютистскому государству, еще немного, и все императорские дома в Европе рухнут. Австро-Венгерская, Германская империя, Российская империя, наконец. И останется что в остатке? Останется только у христиан единственная вера, во Христа, которая помогает выстоять во время гонений, потому что, понятно, в Германии придет национал-социализм, в России атеистический коммунизм, только это поможет выстоять, больше ничего, только Евангелие и вера во Христа. А всякие вот эти апокалиптические идеи и иллюзии о том, что какая-то политика, новая политика и новые конфигурации в этом европейском сообществе что-то изменят, вы знаете, даже сами католики очень критично относились к этому. Когда Соловьев подал свой проект соединения церквей через кардинала Рамполи, он передал это папе Льву XIII, великому папе, который считается социальным реформатором, который создал, наконец, католические профсоюзы, заговорил о проблемах тружеников, в то время это большой был прогресс. Что ответил папа? Белла идея, манон посибили. Прекрасная идея, но невозможная вещь. Поэтому, к сожалению, вот это, я бы этим закончил и вообще разговор о Теократе. Это великолепная идея, она написана, знаете, в наследии дантовской традиции, мощный такой аккорд всей такой вот средневековой схоластики, католического мышления, философии. Но все, все заканчивается с началом XX века, и уже говорить сегодня о Теократе, это только с точки зрения исторического дискурса. Спасибо огромное, Марк, за такое блестящее резюме нашего сегодняшнего разговора, да и за разговор в целом. Нет сомнения, что он приблизил нас к уяснению такого непростого явления, как Теократе, во всем многообразии ее исторических и идейных воплощений. И хотя мы поняли, что эта идея сегодня является уже в основном достоянием истории, многие ее элементы по-своему актуальны сегодня. Все-таки, как-никак, стремление основать социальную и государственную жизнь на вечных моральных принципах, освещенных авторитетом религиозных традиций, они нужны, и религия и политика переживают в нашу эпоху значительные трансформации. Но нравственные принципы остаются, несмотря ни на что, и мы по-прежнему должны искать способы их воплощения в жизнь. Спасибо. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok